С нами сейчас Анна Лярбакова из Москвы. Аня выиграла свой первый взрослый этап гран-при в Скитамерико. Поздравляем! Спасибо большое! И, Аня, расскажи нам, пожалуйста, как это твой опыт был выступать первый раз на взрослом гран-при? Это для меня очень большой опыт. Я очень ждала выступлений на этих соревнованиях. Все-таки первый такой значимый турнир во взрослых для меня. В целом я довольна тем, как прошли соревнования. Особенно, конечно, произвольной программой, тем, что смогла собраться. Но еще очень много вещей, над которыми будем работать. Как тебе понравилось выступать вместе с взрослыми фигуристками? Наверное, ну, конечно, Лизу, ты думаешь, ты уже знаешь, а других, как предки, наверное, впервые так увидела. Да, это очень интересно, конечно, посоревноваться со взрослыми. Но в основном я старалась думать только о своих прокатах, а не соперниках. В короткой программе, к сожалению, не все получилось. И, конечно, она была немножко расстроена после этого. Как ты собралась после короткой программы? Старалась меньше думать об ошибках короткой программы и больше настраиваться на произвольную программу. Очень помогли тренеры с правильным настроем на произвольную. Наверное, как бы нервничала или почему? Потому что, ну, обычно ты же такая стабильная. И еще это как раз в пирожке упасть, это очень странно. Ну, возможно, я нервничаю каждый раз, но не могу сказать, что здесь намного сильнее нервничала. Возможно, просто немного аккуратничала и не отследила какие-то моменты. Я теперь буду намного внимательнее относиться к этим вещам. Стараюсь никогда не допускать таких ошибок. Потом, конечно, ты выступила очень хорошо в произвольной программе. И даже исполнила два четвертых лица. Как, ну, это, конечно, такое достижение. Мало кто вообще из женских, из фигуристов никто не сделал раньше. И даже мало мужчин. Мы работаем над этим на тренировках. И если это получается, то нужно показывать это на соревнованиях. Только звучит как просто? Да, мы, естественно, да, это много работы, чтобы это все на тренировках оттачивалось. Но конкретно на соревнованиях все-таки это мы показываем уже отработанные программы. И нужно просто собраться, быть уверенной в себе. Молодец. Сейчас следующий этап, как ты сказала, это будет в Китае для тебя. Как готовишься к этому старту? Я думаю, что к этому старту мы особо не будем менять техническую составляющую. Но будем очень работать над программами, над всеми элементами, оттачивать все, чтобы показывать чистое катание. И, конечно, уже бороться за выход в финал кран-при уже взрослый. В прошлом году я выступила в журнёрском финале. Так хочется, конечно, отобраться дальше. Конечно. Спасибо, Аня. Желаем тебе удачи. Спасибо большое. Спасибо.